Девушки отдыхают Голубой цвет, либо картона, либо цветной бумаги, которая будет у вас служить фоном. И белая бумага. Начнем с того, что мы сначала сделаем наши с вами березки. Для этого мы сложим бумагу сначала пополам, по большей ее длине. И еще раз пополам, чтобы разрезать нам с вами на 4 полоски. Вот у нас есть с вами линия, по которой мы с вами сейчас разрежем эту белую бумагу на 4 полоски. У нас должны получиться с вами трубочки, которые будут составлять стволы наших деревьев. Вы видите, крона у нас это листья, которые мы сейчас делаем из разных цветов, оттенков зеленого, желтого. Какой будет у нас с вами? Ну, сначала сделаем трубочки. Итак, чтобы получилась у нас с вами трубочка. Мы с вами должны скрутить ее по большей стороне. Скручиваем с вами. Не делаем ее плоской. Она должна быть объемной. Наносим с вами на одну сторону клей. Хорошо проклеиваем эту сторону. Одну сторону хорошо проклеили. И потом начинаем собирать к этой клеевой стороне. Не в ту сторону закрутила. К этой клеевой стороне. Придерживаем ее на столе. Но, опять же, сильно на нее не надавливаем. Иначе она будет плоская у нас. Она у нас должна быть трубочкой. Свернутой трубочкой. Вот такая трубочка у нас с вами должна получиться. Таких трубочек у нас будет с вами четыре. Хорошенечко ее прогладили. И отложили в сторону. Вторую трубочку мы с вами можем уменьшить. Чтобы она была у нас с вами меньшего размера. И поступаем с ней точно так же. Закручиваем ее. Намазываем в сторону. Клеем, который находится внутри. И склеиваем с вами ее. Вот березы у нас с вами один ствол. У нас как бы он без икровный. Вот это называется в словаре далее остолупом. Детей называют иногда остолупом без головы. Вот и береза у нас с вами такая же. Остолуп без головы. Вот такое понятие у нас есть в русском языке. Итак. Ну, а две другие трубочки у нас будут одинакового размера. Вот я уже его заготовила. И сейчас я приступаю к сборке нашей работы. К сборке работы. То есть я должна буду с вами разместить наши эти трубочки. Намазываем с вами. Клеим там, где у нас с вами шов. Там, где у нас стык идет бумаги. Намазываю клеем. Приклеиваем одно деревце у нас с вами. Ну, как раз будет в длину нашего листа. В длину нашего листа он хорошо приклеится. Второй рядышком возьмем тот, который был у нас с вами. Поменьше. Покороче этот остолопчик наш с вами. И немножечко снизу наискосок мы его вот так вот на удалении приклеим с вами. Раз. Сейчас сделаем с вами пейзаж. Пока не похож на что должно быть похоже. Но будет очень даже симпатично. Вторые две трубочки у нас с вами. Их немножко в стороне. Сейчас опять хорошо промазываем, клеим с вами. Хорошо промазываем, клеим. И приклеим их как бы, как буковка небольшая внизу А. То есть с отступлением. Потому что на него нам нужно будет прикрепить скворечник. Ведь весной прилетают птицы. Им нужно где-то жить. А они занимают свои старые скворечники. И от этого нам становится очень хорошо. Хорошо под пение птиц мы с вами начинаем просыпаться. Ну вот таким вот образом мы приклеили наши с вами заготовочки. Приклеили. Дальше. Теперь мы с вами должны сделать листочки. Листочки. А можем начать даже сразу сначала с... Давайте начнем со скворечника. Листочки мы сделаем попозже. Сейчас прикрепим все. Потом украсим листочками. Итак, для листочков нам с вами понадобится коричневого цвета бумага. Вырезаем с вами прямоугольничек. Прямоугольничек. Примеряем его на березке. Место, где он будет у нас с вами находиться. Чтобы он не был очень большим. И не был маленьким. Птицам тоже должно быть удобно. Так, делаем крышу. Крыша у нас это треугольничек. Значит, из второго квадрата можем вырезать произвольную крышу. Сделать ее выше или ниже. Это все как у вас получится задумка. Собираем пока на столе. Вот собрали. Что нам еще нужно будет? Нам нужно будет соединение между ним. Для этого мы возьмем кусочек желтой бумаги. Вот такую полосочку небольшую. На нее приклеим наш скворечник. То есть соберем детали. Почему сделаем? Это чтобы было видно, что у нас с вами само основание нашего скворечника. И немножко оно приподнято, как бы крышечка. Вот. Вот сделали. Лишнее мы с вами всегда можем обрезать. Треугольничек обрежем так. А эту вот детальку обрежем вот таким вот образом. Все. Вот получился у нас скворечник. Немножко длиннее, мне кажется. Для меня я его обрежу. Вот. Покороче сделаю. Вы же смотрите по своему скворечнику, по своим деревцам, которые есть. Вот. То уже размер вы глазками сами определите. Дальше что мы делаем? Ну, нам нужно сделать отверстие в наш скворечник. Да? Куда птицы будут залетать. Ну, вот возьму желтого цвета. Овальчик, я еще не прикрепила. И прикреплю его сюда. Останется мне с вами что сделать? Верх домика, да? Верх крыши украсить. То есть я возьму другого цвета. Две полосочки. Отрежу их. Две полосочки. Оформление делаем крыши. Вот, пожалуйста. И заодно сразу из этих полосочек у нас получится и жердочка, на которой будут они у нас с вами прилетать перед тем, как поселиться в нашем скворечнике. Они должны проверить, все ли там в порядке. Вот для этого мы возьмем сначала кусочек желтой бумаги. Затем возьмем кусочек коричневой бумаги. Темненькой уже, как крыша будет у нас, чтобы было видно. И приклеим их друг на друга. А потом подровняем, если вдруг нам что-то не понравится. Вот, приклеим так, чтобы у нас с вами было опять видно то, что мы с вами приклеили. Как бы обрамление. Ну и поинтереснее работа будет. И птицам, наверное, виднее будет, где они будут садиться. Даже, может, не очень кривоватенько получилось. Ну, не смертельно. Так. Приклеилось. То не клеится, то очень сразу клеится. Итак, это та шорточка, на которую у нас с вами будут прилетать птички, присаживаться. Осталось нам сделать обрамление крыши для нашего скворечника. Это мы сделаем. Прямо возьмем полоски такой длины, какой отрезали. Ничего страшного там нет. И на кончик нашего гнездышка птичьего, да, на верхнюю часть нашего домика. Если бы это был живой дом, сказали бы, на фронтон. Приклеим с вами вот эти две полосочки. Вот. А лишнее мы с вами отрежем, чтобы не было похоже на дом бабьеви. Вот такой скворечник у нас готов. Мы его с вами должны приклеить. Значит, посмотрите, пожалуйста, не зря мы с вами сделали. Именно таким образом поступили с нашими деревцами, чтобы он очень хорошо приклеился. Приклеиваем высоту. Вот скворечник у нас готов. Так, теперь нам осталось с вами что сделать. Давайте сделаем еще бабочек. Потому что, ну, весной у нас просыпаются. Вот, прилетают птицы. Ну, еще прилетают они почему? Потому что проснулись насекомые. Проснулась их еда. Поэтому нужно нам с вами сделать и бабочек. Бабочек сделаем яркими. Давайте выбирайте его на полярчик. Проинтересней. Желтенькой сразу можно маленькую, маленькую, тоненькую полосочку отрезать. Это, чтобы получились у нас усики у бабочек. Вот. На две части разрежем. Тут одна подольше получилась, другая потолще. Сейчас мы ее подправим чуть-чуть. Так. Сразу усики. А, можем даже не подправлять, а просто толстую часть отрезать. Вот, и все, чтобы она не мешалась. Так, ну, выбираем бабочек поярче давайте. Итак, можно, сложив листочек пополам, нарисовать небольшую бабочку. Все-таки на высоте она будет не такой большой. Для этого нам понадобится простой карандаш. Рисуем с вами крылышки у одной бабочки. На этой не очень видно. Сейчас вот на этой полосочке сделаем с вами. На ней будет лучше видно. Вот. Рисуем с вами крылышки у бабочки. И вырезаем, как букву Z. Да, у нас с вами. И вырезаем. Помним, что карандашом, что нарисовали, то остается у нас с вами где? На изнаночной стороне, чтобы никто не видел, как мы это, что нам карандаш помогал в работе. Итак, вырезали бабочки. Они могут быть разной формы у нас с вами, да? Что-то это не очень похоже на бабочку. Значит, вот здесь вот немножечко мы с вами подправим ее, чтобы была похожа. Вот теперь она больше похожа на бабочку. Вы можете сделать свою бабочку, любимую, как вы любите это делать, как у вас получается. И с обратной стороны, там, где был у нас карандаш, мы сложенную бумажку вдвое приклеиваем, как усики. Это важная часть у нас с вами бабочки, поэтому она должна быть. И помещаем ее с вами на деревце. Вот одну вниз сюда. И вторую сейчас бабочку поразместим. Так, надо уже вырезать правильно, не букву Z, чтобы уже внизу был у нас с вами. Вот. Крылышки у бабочек бывают разные. Назначения у них тоже разные, у наших бабочек, поэтому... Сейчас мы с вами сделаем вторую. У меня какая-то такая получилась. Ну, пусть будет такая. Сейчас мы ей усики тоже приклеим. И будет неплохо смотреться. Так, сложили пополам. Вывернули. А знаете, ее можно сделать необязательно плоской. Вот если та бабочка плоская у меня, то вот эту бабочку можно посадить уже, чтобы она была не плоская. Для этого ее надо немножечко смять. И вот тогда мы с вами ее, пузико ее намажем. У нас бабочка будет у нас с вами уже вот такая, с поднятыми крылышками. Даже эту можно подправить, чтобы она была похожа на бабочку. Ну вот, тогда получится вот такая вещь. Ну, теперь осталось нам с вами березки. Мы разрисуем своим фломастером немножечко попозже. Сначала мы сделаем листочки. Из всех обрезков и оттенков зеленого нам с вами нужно нарезать листочки. Берем с вами вот у меня обрезочек П. Складываем его гармошечкой. Насколько его хватит, этого листочка, да? Гармошечкой сложили. И гармошечку сложили пополам. Берем засложенный край, не забудьте, пожалуйста, и вырезаем с вами овальчики с острыми кончиками. И у нас сразу получается вот столько листочков. Берем с вами другого оттенка бумагу. Можем взять, можем продолжить из этой. Желтенький, не забудьте, цвет. Все равно хоть и весна, но желтый цвет у нас с вами присутствует. Поэтому тоже берем полосочку желтого цвета. Желтого цвета. Сейчас это самое, я не буду сейчас делать. Желтого цвета. И тоже складываем с вами пополам. И вырезаем с вами наши листочки. Опять сложили пополам. Лишнее, что не сложилось, отрезали. Сложили еще разочек пополам. Другие будет вырезать. Но зато будет сразу одним ударом семерым. Как в сказке. Вот такие листочки у меня получились. Я тут сделала заготовочки еще из других цветов. Бумаги, оттенков вернее. Вот все это я сейчас буду наклеивать на работу. То есть, в произвольном порядке мы с вами наклеиваем на работу наши вырезанные листочки. Вот, вверх, вниз. Как удобно в сочетании. В каком вам удобно сочетании. То есть, в результате у нас с вами эту сторону уже начала наклеивать. Так, вот, разные цвета. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами получится. Вот такая интересная, веселая. И не очень сложная работа. Сложно только будет, наверное, скрутить вот эти вот трубочки, которые у нас есть. А так, приятно такую работу дома иметь и подарить. И создать какое-то хорошее весеннее настроение. Потому что, как бы нам сейчас с вами трудно не было, все будет хорошо. Ну, я наклеивать все сейчас не буду. Время занимать ваше. Вы поняли. И вот я покажу уже ту работу, которая есть. Так что, которая есть, да. И фломастером, да, уже мы с вами фломастером. То есть, мы сделали заготовку всю свою. Листочки можно расположить еще и на стволах деревьев. Бабочки у нас тут другие. Вот, отклеилась даже. Хотела поднять. А они отклеились. Сейчас мы ее сделаем тогда уже с приподнятым настроением. Вот таким вот образом. Так. Вот. Все. И поэтому берем с вами черный фломастер. И что делаем? Наносим с вами теперь. Дерево, ну, у нас уже местный листочек можно поместить и на саму скворечную, сам скворечник, да, у нас с вами. И мы с вами черным фломастером, лучше даже не фломастером, а если есть маркер. Он более жирненький, более хороший. И получится быстрее сделать вашу работу. Наносим с вами березку. Посмотрите, что у нас с вами получилось. У нас получилось с вами березовая роща, в которой у нас с вами вот такая интересная жизнь. Спасибо за внимание.